МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события дня. Меня зовут Анна Пикулина. И прямо сейчас мы готовы поделиться самыми актуальными новостями жизни Курской области. В Курском онкологическом центре открылось новое подразделение. На открытии побывала Дарья Бартенева. Они лучшие, несмотря ни на какие жизненные преграды. Роман Старовойд пообщался с особенными курянами, занимающимися адаптивными видами спорта. Какие темы обсудили, узнала Мария Колосова. Завоевал золото престижного турнира. Курянин Максим Чеплыгин стал победителем всероссийских соревнований по боксу. О спортивных достижениях и планах бойца расскажет Станислав Костиков. Его имя – синоним Победы. 1 декабря исполнилось 126 лет со дня рождения Георгия Жукова. Маршал Советского Союза – великий полководец. Символ стойкости и несгибаемости народного духа. На мемориальном комплексе «Курская дуга» жители города возложили цветы и венки к его памятнику. Огромный талант Георгия Жукова в полной мере был оценен в годы Великой Отечественной. Он участвовал в планировании практически всех крупнейших битв – Ленинград, Москва, Сталинград, Курская дуга, Берлин. Для Курской земли это имя священно. И многие потомки, чьи отцы и деды воевали под его командованием, это имя священно и сейчас. Георгий Константинович – это глыба военного дела. В 1996 году Георгию Жукову посмертно присвоили звание «Почетный гражданин города Курска». Его имя дали одной из школ и военному городку. И, конечно же, навечно закрепили в своих сердцах. И к героям наших дней. От их профессионализма зависит безопасность не только курян, но и жителей всей страны. Губернатор Роман Старовойт наградил военнослужащих одной из частей, дислоцируемой в Курске. 1 декабря военнослужащие отмечают круглую дату со дня образования части. Губернатор Роман Старовойт поздравил личный состав и вручил награды отличившимся курянам. Ваша профессия уникальна. Военная профессия уникальна. Потому что она востребована и в мирное время, и сейчас. Во время проведения специальной военной операции. Сегодня подразделение бригады доблестно выполняет задачи, поставленные верховным главнокомандующим при проведении специальной военной операции. В расположении части проходит обучение, частично мобилизованные. Это огромная работа и ответственность. Бойцы удостоились медалей третьей степени за заслуги перед Курской областью и знаками за верность долгу и мужеству. В Курском онкоцентре открылось новое подразделение. Центр амбулаторной помощи позволит ускорить постановку точного диагноза. Сюда могут обратиться пациенты с подозрением на злокачественные образования. Штат планирует укомплектовать до 14 врачей-онкологов по мере необходимости. На открытии побывал замгубернатора Андрей Белостоцкий. Анастасия Шабанова работает врачом-онкологом уже 8 лет. А вот в онкоцентр устроилась совсем недавно. Раньше работала хирургом в ЦРБ, а сейчас заведующая отделением. В новом центре каждого пациента будут тщательно обследовать и назначать необходимые анализы для постановки диагноза. Заведующая тоже будет вести прием больных. Пациенты сюда направляются докторами-специалистами, врачами-терапевтами или узкими специалистами из центральных районных больниц, которые прикреплены к нашему центру. Там им назначают частично обследование, которое могут сделать, и потом они направляются к нам. В центре особое внимание уделяют чек-листам. Их главное предназначение – не проводить лечение до момента выяснения причин болезни. В Курской области достаточно хорошая выявляемость. И для нас очень отрадно то, что достаточно высокая выявляемость на ранних стадиях, когда мы можем провести хорошее адекватное лечение и ожидать безрецидивную выживаемость на уровне 90-95%. Сейчас за онкологическим центром закреплено 16 районных больниц, а это больше 300 тысяч человек. По статистике в Курской области заболевания на ранних стадиях выявляют в 60% случаев. Главное – вовремя обращаться к специалистам. Потому что и само лечение пациента лёгкое, и прогнозы большинства сейчас онкологических заболеваний, если выявляются на первой стадии, то стопроцентное излечение и прогностические люди живут. В этом году такие же центры планируют открыть в Железногорске и Горшечном. В 2023 году они появятся в Рыльске и на базе БСМП. Дарья Бартенева, Алексей Ерёменко, События дня. Современный взгляд на проблемы внутренней медицины. 1 декабря эту тему обсуждали терапевты, неврологи, кардиологи, эндокринологи, пульмонологи, врачи практически всех профилей, которые имеют дело с болезнями внутренних органов. Первая международно-научно-практическая конференция собрала в Курском медуниверситете около 700 участников – очно и по ВКС. Широко были представлены Белоруссия и Узбекистан. Обмен мнениями на основе опыта и практики, как ведут себя заболевания в разных регионах и странах и среди разных групп людей, как относиться к новым парадигмам в лечении, как снизить смертность от хронических неинфекционных заболеваний. Темы, казалось бы, необъятные, но не для наших врачей и учёных. Эта конференция практически основана вся на полученных данных от пациентов. Функциональные измерения какие-то, аппаратные измерения, ЭКГ, функциональные, иные методы исследования. В чём особенность ещё? Впервые мы ввели такой раздел этой конференции – дебютанты. Сегодня это актуально, это совершенно молодые люди, это старшекурсники, ординаторы и аспиранты, которые поделятся своими впечатлениями научными от того, что они получили сегодня в своих клиниках. В период обучения. В работе конференции приняла участие депутат Госдумы Ольга Германова в фокусе внимания, в частности, первичное звено и формирование культуры здоровья. Законодатели готовы помогать, чтобы система работала эффективнее. Сегодня медицина – СОС, то есть мы работаем по тяжёлым заболеваниям. Пациенты приходят уже в поликлиники с тяжёлыми запущенными болезнями. В санатории работают на тяжёлых больных. А нам надо, чтобы сохранить нацию, сохранить здоровье, нам, конечно, нужны привитивные меры. Нужно смотреть законодательство и молодёжной политики, взаимодействие с врачами, предоставление площадок учреждениям здравоохранения и с образованием просвещенческую деятельность. Поправки также возможно коснуться бумажной загруженности врачей, чтобы оставалось больше времени на пациента. А по итогам конференции были выработаны предложения для практического здравоохранения. Вероника Викторова, Алексей Ерёменко. События дня. Более полутора тысяч человек оформили карту жителя Курской области. Она объединяет платёжную, социальную, транспортную и карту лояльности торговых сетей и аптек. На этой неделе её обладателем стал и губернатор Роман Старовойт. Удобно и легко. Всё на одной карте. От льгот до скидок в магазины. Подключить услугу можно практически к любой дебетовой карте. Карта жителя особенно пригодится пассажирам общественного транспорта. Привычные проездные будут действовать только до 1 апреля следующего года. Валентина Борисовна уже в числе тех, кому не придётся каждый месяц пополнять льготный проездной и носить его с собой. Нам посоветовали, там, где мы пополняем каждый месяц проездной билет, нам просто посоветовала, это кассир, контролёр, как там её называют, чтобы надо оформить единый проезд по карте «Мир». И чтобы не было ажиотажа к весне, вот надо сделать это заранее. Оформить карту жителя можно самостоятельно на сайте госуслуг, если интернет недоступен в любом МФЦ. Здесь работают гостевые компьютеры. Также помощь можно получить от специалистов учреждения и в центре регион Курск. Эта карта – это самая обыкновенная банковская карта «Мир». На сегодняшний момент к нам уже присоединилось 158 банков. То есть, по сути дела, любая карта «Мир» может быть использована в этом проекте. Необходимо просто посетить офис МФЦ и её зарегистрировать как карту жителя. Получить дополнительную информацию о карте жителя можно по телефону, указанному на ваших экранах 39-51-52, 39-51-53. Ксения Дегтярёва, Кристина Горлатых и Сергей Дорохов. События дня. Забирали у пожилых людей все сбережения. В Курске задержали трёх курьеров-мошенников. От их действий пострадали 16 горожан. Суммарный ущерб превысил 3 миллиона рублей. Жертвами мошенников становились испуганные пенсионеры. Людям звонили и сообщали, что их родственники попали в ДТП с тяжкими последствиями. Оторвали срезёнку, разбита голова. Нужно 900 тысяч. Если вы не сможете, ваша дочь сейчас с сохранительными органами её возьмут в заключение. Мошенники действовали нахрапом. Обрывали все телефоны своих жертв. Информация шокировала пожилых родителей. В панике они принимали уловки аферистов за чистую монету. Голос дочери начался, но ей губу разорвало. А я слышал, что голос не похож на мою дочь. У меня было сомнения. А думаю, наверное, раз губу разорвало, она так говорит. Думаю, там и рёбра, уши были, и голова. И вот так я поймалась на удочку. Если сейчас вы 500 тысяч отдадите, то мы переквалифицируем, возбуждено уголовное дело. Мы переквалифицируем уголовное дело в административное. И ваша дочь будет отпущена. За деньгами приходили курьеры. Этот 18-летний парень приехал в Курск из Ростовской области. Он забирал сбережения пенсионеров на северо-западе города. Еще один задержанный – 37-летний, ранее судимый Курянин. Четыре жертвы обмана в сумме передали ему больше миллиона рублей. Третий курьер прибыл из Смоленской области. У него полицейские изъяли 100 тысяч рублей. В отношении каждого из фигурантов возбуждены уголовные дела. Все они находятся под стражей. Чтобы вывести обманщиков на чистую воду, нужно всего лишь самому связаться с родственником или спросить о ДТП, которого в действительности не было. Еще один способ – позвонить в полицию и легко убедиться, что вы общались с аферистами. Сейчас полицейские ищут остальных участников преступных махинаций. Станислав Костиков при содействии пресс-службы ОМВД России по Курской области. События дня. Сколько времени нужно, чтобы потушить возгорание в торговом центре? Проверили спасатели во время очередной тренировки. Учения прошли на базе гипермаркета в микрорайоне Северный. По легенде, загорелись магазины одежды на цокольном этаже. Пожар площадью более 50 квадратных метров. Эвакуация посетителей и три человека в подвале, отрезанные от выхода огнем. Таков сценарий пожарно-тактических учений. Объект можно назвать сложным из-за наплыва посетителей, нетипичной планировки и риска сильного задымления. Силами и средствами подразделения пожарной охраны данных, три человека, которые были заблокированы продуктами горения при помощи спасательных устройств, были эвакуированы на свежий воздух. В настоящий момент, по легенде учения, им угроза жизни ничего не угрожает. Переданы корректической медицинской помощи для дальнейшего обследования. Возгорание ликвидировали за час. В тушении участвовали 50 спасателей и более 10 единиц техники. Работа оперативных служб получила высокую оценку, как и руководство торгового центра. Здание оборудовано противопожарной системой. Курянин с ДЦП мечтает сам добираться до больницы и магазина. Но его старая инвалидная коляска не в состоянии преодолеть даже комнатный порог. Из-за ограничений парень практически заточен в четырех стенах, но надеется получить модель кресла, которая умеет подниматься по лестнице. Вот это уже папа привязал. Вот это привязали. Она вот ломилась и туда-садки два хуги. Ой, сломалась коляска. Вообще, уже на улицу это вывозить даже опасно. Ремень тоже оборвался. Ну, пять лет. Вот. Ну, мы думали, что нам дадут. Даже дали мы, что дадут. А ну, коляску не дали. Дмитрию Богачеву 25. Он любит петь, читать стихи Лермонтова и Пушкина, а главные его враги – это ступеньки. Через них коляска проезжает с трудом и только с помощью бабушки или папы. Но не дальше двора. Там начинаются новые трудности. Летом в колесах путается высокая трава, зимой мешает проехать снег. В больницу Диму и вовсе приходится заносить на руках. Когда мы ездили в больницу, а там ступенью, и вот это обычная коляска, с этим не справляются. Я минимум, что могу сделать, это упасть. Одно неосторожное движение, и всё. Я на земле. Дима мечтает о коляске, которая сможет подниматься по ступенькам, преодолевать дорожные неприятности, а главное – сделать его более независимым и поможет сберечь здоровье бабушки. Ей больше не придётся прилагать много усилий. Модель мечты увидел в интернете. Она мне заменит мои ноги. Дело в том, что когда я маленький, я заболел сильно. И попал в больницу. А врачи мне нарушили центральный нерв. И вот с тех пор мне поставили диагноз ДЦП. В ноябре семья Богачёвых обращалась в фонд социального страхования, чтобы заменить сломанную коляску на новую. Нам ответили так, что нам коляски ещё не приходили. Нет колясок. Ну, нет и всё. Потом мы говорим, а можно коляску получить ступеньный ход. Они говорят, а у вас документы есть? А я говорю, да, есть. Документы у нас есть распечатанные. Они нам говорят, ну тогда дожидайте пять лет. По словам сотрудников ФСС, срок годности коляски Дмитрия действительно истёк. Но официального заявления на выдачу новой он не подавал. Как только оно поступит, фонд займётся заменой. Выдача кресел начнётся с 1 января. Но стандартной комплектации – по ГОСТу. Молодой человек может либо приобрести самостоятельно с последующим выплатой компенсации, но в рамках стоимости тех колясок, которые мы покупаем, либо оформить электронный сертификат. Определённая сумма у него спешится сертификата, а всё, что он хочет дополнительно, тогда доплатите своих средств. Цена коляски ступенька хода – 840,5 тысяч рублей. Пока Дмитрий ведёт сбор пожертвований в своей группе ВКонтакте и надеется на новогоднее чудо. Став более мобильным, Дима сможет продолжить учиться и найти работу. Он хочет стать дизайнером интерьера. Диана Пахомова, Сергей Малеев, Роман Федорков. События дня. Они доказали, что ограниченные возможности не мешают следовать к заветной цели. Губернатор Роман Старовойт встретился с курянами, занимающимися адаптивными видами спорта. Как сейчас развиваются эти направления, узнала моя коллега Мария Колосова. В скорости ему нет равных. Велосипедному спорту Алексей Башко посвятил больше 10 лет. Сейчас титулованный чемпион. Прославил Курскую область далеко за пределами страны. Пока он единственный в области велогонщик с нарушением слуха. Поэтому часто гоняет наравне с обычными спортсменами. И практически всех соперников оставляет далеко позади. Не чужды курянину и другие виды спорта. Моё сердце тоже подсказывало, что нужно поступать на велоспорт. То есть у меня был выбор. Либо теннис настольный, либо футбол. Но всё равно внутри подсказывало, надо идти в велоспорт. И, видимо, не зря, так как я добиваюсь успехов. Так раньше я занимался любыми видами спорта. Футбол, волейбол, теннис настольный. Даже большой теннис пробовал. По словам тренера, Алексей начинал свою спортивную карьеру с маунтинбайка. Это ведь велогонок на пересечённой местности. На встрече с особенными спортсменами Роман Старовойт восхитился упорством и умениями курянина. Мы с Алексеем на шоссе гоняем велосипедов. Для меня сложно. Я боюсь даже. Тактика. Ну, экстремальный вид спорта, естественно. Для меня страшно. Да. Высокая скорость, препятствия. Ну, очень травматичная. Травматичная. Это скорость реакции должна быть. Обсудили и насущные проблемы. Губернатор отметил, что пока в регионе не вся инфраструктура доступна для особенных курян. Но условия для них стараются улучшать постепенно по мере развития региона. Расширяют и возможности для занятий адаптивными видами спорта. Нам хотелось бы иметь отдельный спортивный комплекс. И я хочу с вами поделиться информацией, что мы занимаемся этим вопросом. У нас определен земельный участок. Мы считаем, в Курске, мы считаем, что он удобный, потому что расположен рядом со спортивно-концертным комплексом на Энгельса. И сегодня у нас идет проектирование. У нас сейчас есть программа по развитию адаптивных видов спорта в районах. У нас есть три пилотных района. Мы их выбрали. Это Рыльский, Пристинский и Панеровский. Где мы подключаем к развитию наших коллег. Рассказываем, как потом на их опыте посмотрим по результатам. Будем это тиражировать и в остальные районы Курской области. Что касается будущего спорткомплекса, там хотят сделать бассейн, зал для борьбы и тир. Проектирование планируют завершить в следующем году. Мария Колосова, Геннадий Воробьев. События дня. Прошелся по соперникам, будто катком. Наш земляк Максим Чеплыгин завоевал золото всероссийских соревнований по боксу. Состязания проходили в Анапе. За победу боролись около 200 лучших молодых бойцов со всей страны. Как сложился турнир для нашего спортсмена и почему его называют курским бульдозером, узнал Станислав Костиков. Здесь, в небольшом спортзале на улице Краснополянской, закаляется бойцовский характер и создается чемпионский стиль. Этого парня хулиганы обходят стороной. Кошмар соперников. Максим Чеплыгин. Его стиль – горючая смесь взрывчатого вещества в кулаках и мощи самоходной машины. Максиму я уже там среди своих уже дал кличку «Бульдозер». То есть он идет вперед, ни шагу назад и ломает стиль соперников. На турнире Курянин провел четыре поединка. Первый против боксера из Московской области оказался самым сложным. В первом бою вот трудности были из-за того, что он тоже, как я, идет вперед и тоже ломает соперника. Ну, я начал в первом раунде работать первым номером, а во втором уже начал вторым номером работать и провалить, и все. На пути к финалу Курянин перемолол еще двух соперников. В чемпионском поединке нашему боксеру противостоял спортсмен из Северной столицы. Интрига развеялась уже на старте боя. В первом раунде я уже чувствовал, что соперник темп не вывозит, и уже труднее ему дышать было. Но я понимал, что я выиграю, и уже особо не было никаких трудностей после первого раунда. Максим все выполнял, весь план на бой выполнял, как я ему говорил, он все выполнил на отлично. Итог, первое место. Наш земляк не только завоевал золото турнира, но и вошел в состав юношеской сборной страны. За громкими победами стоит тяжелый самоотверженный труд. Я в шесть утра приходил сюда в зал с ребятами. Мы на протяжении двух месяцев встречали рассвет в этом зале. Они тренировались перед школой, со школы они приходили. У нас был стадион. Вечером основная тренировка была опять в спортзале. По три тренировки в день они занимались. Впереди у Максима тренировочный лагерь вместе с остальными представителями национальной сборной. Станислав Костиков, Антон Латышев. События дня. В галерее Дейнеки открылась выставка живописи графиков Владимира Соколинского. Она приурочена к 65-летию художника. Владимир Михайлович – талантливый, востребованный, невероятно трудоспособный мастер, чьи работы хранятся в музеях и частных коллекциях России и зарубежья. Об итогах, навеянных юбилеем, и о том, нужно ли их вообще подводить. Сюжет Юлии Матвеевой. В холодном, тусклом межсезонье разноцветные мальвы действуют, как шоковая терапия. Словно в зрителя вкололе радость жизни. Это эффект Соколинского, замечают искусствоведы. Удивительного художника, такого разного, но со своим, ни на кого не похожим почерком. Художника, который понимает, что он делает и зачем. На мой взгляд, художник не должен останавливаться. Он должен работать, 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 искать. Он должен меняться. Меняется время, меняются стили, меняются даже материалы, которыми он работает. Естественно, художник меняется и должен меняться. Он не должен оставаться в каком-то одном ключе. В его пейзажах карта России. Мастер говорит, что пишет портреты городов, где самые выразительные черты – старинная архитектура. Особое место занимают нутерморты. Не просто красиво расставленные предметы, а целые истории. Я пишу старые предметы, нутерморты, потому что для меня каждый предмет старины – это не просто предмет, это часть истории, часть жизни людей. Или если я пишу дом, то я не просто пишу дом. Я создаю портрет дома, как кусок истории. Его нутерморты во всех смыслах вкусные. Будь то суровая мужская яичница на сковороде или стаи серебристых рыб. Но это не про гастрономию, а про вечный вопрос всех художников – зарождение жизни. Что раньше – яйцо или курица? То есть такая вот какая-то философская история и такая философия с оттенком иронии. Вот что приятно. То есть вот такое немножко хорошее чувство юмора – это всегда помогает. Свыше 70 работ, графика и живопись. От холстов, близких к фотореализму до полного раскрепощения художника – это правда красиво. Приходите в галерею и убедитесь сами. Потому что это красиво, потому что воспитывается глаз, потому что ты получаешь эмоциональное удовольствие, потому что эта живопись все-таки фигуративная и зрителю, ну что бы там ни говорили и что бы ни диктовала мода, все равно люди стремятся к понятному, к фигуративному. И здесь это есть. Выставка будет работать до новогодних праздников. Юлия Матвеева, Геннадий Воробьев. События дня. И на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Узнать главные новости региона вы сможете на сайте 7info.ru и в наших социальных сетях. Их адреса на ваших экранах. Всего вам доброго и берегите себя. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»